Казахстанское правительство в последнее время все чаще ставит в крайне сомнительное положение некогда уважаемую международную организацию Интерпол. Последние громкие задержания оппозиционных активистов, либо их семей, проходили именно по запросам этой организации. Однако ее устав запрещает преследование граждан по политическим мотивам. Интерпол остранен от политической составляющей. Это совершенно не его задача. Он сосредоточен исключительно на криминальных вопросах. И все то, что относится к политике, к сфере каких-то сложных политических взаимоотношений, политическим убежищем и так далее, это уже не прерогатива Интерпола. Зная, что Интерпол не занимается розыском политических деятелей, страны, заинтересованные в их задержании, вуалируют диссидентов под экономических преступников. Например, на главу британского фонда Hermitage Capital у Ильяма Браудера российские власти направили запрос в Интерпол как на уклониста от уплаты налогов и расхитителя акций «Газпрома». Однако Москву он больше интересует как фигурант в деле Сергея Магнитского. 12 июня по запросу Интерпола в Польше был задержан казахстанский оппозиционер Муратбек Китибаев. Его обвинили в участии в организованной преступной группе с целью свержения конституционного строя в Казахстане. Впрочем, прокуратура города Люблина посчитала, что дело Китибаева является политическим и освободила его сразу после проведения допроса. Между тем, тень недоверия прочно легла на Интерпол. Последние перекосы в работе международной организацией вызвали нешуточные беспокойства среди европейских политиков. Интерпол должен помогать бороться с международной преступностью. Однако некоторые страны используют Интерпол для розыска людей, преследуемых по политическим мотивам. Например, в Казахстан из Италии была экстрадирована семья господина Аблязова, его жена и дети. Я считаю, что Интерпол должен проявлять осторожность в таких ситуациях. Мы должны дать ясно понять всем, что страны не могут использовать Интерпол для розыска людей, обвинения против которых можно обобщенно назвать политически мотивированными. Члены парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обратились к правительствам всех стран, у которых действует договор с Интерполом, использовать этот канал только в целях прописанных его конституцией. Однако властям отдельных государств, той же России и Казахстану, никакие рекомендации не нужны. Они продолжают злоупотреблять полномочиями Интерпола. Впрочем, согласно новым правилам, Международная полицейская организация вправе применять различные санкции к странам-нарушителям, вплоть до лишения их доступа к собственным базам данных.